Друзья мои, всем огромный привет! Добро пожаловать на канал! Ну, у нас, кстати, с наступающим вас 1 маем! Сегодня 30 апреля, я на даче, приехал немножечко побатрачить, ну, скажем так, наводить порядки на даче, на участке. Вот, у меня, конечно, выходные короткие, всего, сколько? Второй часами на работу, сегодня 30, слышите, петухи уже у кого-то орут, то, что паровоза проехала. Короче говоря, утро начинается, сейчас ранненькое утро, у меня еще дома сонное царство, и я вот решил выйти вам показать наше угодье. Сразу хочу предупредить, что будем только... Это вот там трехэтажка, это соседский дом. Вот, только сейчас вот будем наводить порядки на участке. Я вам покажу сейчас примерно, что у нас после зимы. Конечно, бардачина, не обращайте внимания, но это у всех дачников так. Вот будем наводить красоту. Примерно сейчас покажу вам фронт работы, что нам нужно сделать за сегодня и за завтра. Потом на 2-й майский я опять приеду сюда. У меня уже будет, по-моему, три дня выходных побольше, чем в этот раз. И будем дальше батрачить. Вот. Что вам еще хорошего сказать? Все, кстати, с наступающим 1 маем, с праздником труда, вот приехали трудиться. Вот, что вам еще показать? Вы знаете, я вам сейчас покажу немножко огород, и у нас там за... У нас же 2 калитки, 2 входа. Я вам сейчас какого-то покажу. Мы с вами чуть-чуть сейчас пройдемся по саду-огороду, покажу вам, да, все угодья, что нам нужно будет здесь делать. Примерно, насколько я помню, фронт работы. Ну, плюс-минус, да. И зайдем, выйдем на улицу, вот туда вот в боковую калитку, вон в ту. Сейчас я вам ее покажу. Вон там вот, видите, за броняком у нас там еще есть калитка. Тогда очень удобно идти на платформу. Вот. Там что-то там тоже сосед облагородил, там что-то там купил, перекупил, ну, неважно. А вот я туда еще ни разу с того года не вылезал. Вот хочется туда тоже выйти, посмотреть, что все-таки там. Вот там что-то поспиливал, посрезал, ну, неважно. Вот. Ну, пройдемся по участку. У нас, кстати, еще строительство намечается. Короче говоря, привожу камеру. Ну, этот самый, солнышко ярко и светит. Кстати, вчера было очень холодно. Очень было вчера холодно, и сегодня вроде потеплело. Ну, вот, смотрите, здесь что-то вот повывязало. У нас какие-то цветуючечки. Надо будет, ну, просто дом основной царства, надо будет потом всех разбудить и показать. Вот здесь вот у нас погреб, да, вот этот вы видите. И здесь будет такая вот пристройка к дому. Будем наращивать дом, вот так вот два этажа будем наращивать. Об этом потом. Кстати, когда придут строители, обещали за май месяц все сделать, я вам все покажу. Тоже, естественно, буду участвовать в процессе, скажем так, и все вам покажу. То есть мне, что нужно будет мне сделать сегодня, раскидать фунтовую кучу. Сейчас мы к ней подойдем. Вот так вот здесь. Видите, вот уже мои. Немножко облагородили. Мама тут сделала такую красоту. Здесь была когда-то вот здесь вот куча всякого всего непонятного. И вот она сделала здесь красоту, навела на мультик у меня. Все ковыряется тут. И вот там вот спаханное поле, там будет, вот там вот, сейчас пойдем поближе, там будет сидеть картоха. Ой, тюльпаны ландыши. Первого мая цветы. Вот такая вот красота пергола. Здесь у нас будет сидеть, насколько я помню, клематис. И вот в этом месте, сейчас вам покажу. Ой, не натоптать, а то она меня убьет. Ладно, пойдемте там. Шутка, конечно, не убьет, но шутка. Короче говоря, вот здесь, скорее всего, будет. Здесь что будет сидеть, я еще не знаю. А, здесь розочки. Видите, уже моя тень. Сейчас я отойду. Покажу. Видите, вот они розочки уже торчат. Вот они розочки. Вот они, они все. Тень моя, моя тень. Вот они, розарис тут будет. И вот в этом месте тюльпанчики еще не распустились. Ну, кстати, хотел заметить то, что некоторые мне пишут, что вот у вас дом в частном секторе, не дача, ребят. Для меня это дача. Я считаю, что если тут не прописано, это не значит, что есть не СНТ, значит не дача. Для меня это дача. Вот. То есть давайте с комментариями немножечко это. А то мне тут пишут такие, что вот там туда-сюда, вот это частный дом в черте города, 5-е, 10-е. Ну, ребят, извиня, это все равно дача. Понимаете? А вот здесь вот на этом месте, вот здесь вот, да, вот здесь у нас будут типа ля-качельки, что-нибудь такое, зона отдыха. И вот эти перголы здесь будет клематис сидеть. Блин, моя тень. Я и моя тень. Вот. Такая вот здесь вот у нас красота. Но это еще надо будет вот эти грядки тоже облагораживать. Это мы все сделаем. Здесь у меня клубничка сидела, по-моему. Да. Что-то типа такого. Сейчас я вам все покажу. Короче, что мне нужно будет сегодня сделать. Ой, лучше какой-нибудь или чиночок. Это, наверное, чесночок. Да, это чесночок. Вот он вылез. Здесь вот будет картоха. Короче, моя задача сегодня какая? Моя задача сегодня вот еще будет с чесноком. Мы чеснок очень любим, поэтому его много. Или это лук. Нет, это чеснок. Ну вот. Вот эту вот кучу, вот эту вот кучу, вот этой тачкой, моей любимой тачкой, перетащить все это дело вот сюда. Вот туда вот патент. Там сделают эту вот навозную зону, скажем так. Вот это вот яблони тоже надо будет отпилить, потому что она уже старенькая. Мы покупали участок, вот эта яблони уже здесь была. Вот сажовник. Слушайте, как здорово сделаю. Я даже не заметил. А вот эта яблонька, она новая. Мы ее сажали буквально вот сколько, может быть, года четыреста назад. А вот эту яблонь, мы уже с ней покупали, этот участок. И вот тут она где-то вот почки дала. Какой-то кусочек, какой-то нет. Вроде здесь что-то надо будет подпилить. Все не будем пилякать. Наверное, вот этот вот сучок, вот эту вот корягу, вот это вот все, вот ее нужно будет убрать. Потому что она от нее толку никакого. И оставим только вот эту хлобуду. А вот это вот, друзья мои, лиственница, под которой, собственно говоря, я буду вот этой вот тачанкой перевозить вот эту вот кучу перегноя вот сюда. Да, вот здесь у нас это все будет храниться. Вот под этой лиственницей. Вот даже голубые елочки. Такие высокая елочка уже получилась. Не буду я сейчас наступать. Там сейчас будут галоши все грязные. Вот такая вот елочка голубая. Это мы привезли сейчас с той дачи. Когда продавали утяск, так мы ее оттуда выкопили. Вот эти две елочки привезли. Она уже как вымахала красавица моя. Ну, те, кто еще не был у меня в гостях на даче, покажу вот эти кустики смородины и киржовничка. Вот она смородинка здесь у нас. Вот там вот, 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 вот там. Вот это вот по забору, да? По надзаборам, как говорят, в других. А вот это тоже, по-моему, яблоньки или это груша. Сейчас я не пойму, он только распускается. Вот, там у нас малина и, вот здесь вот, где вот эта вот доска, там малина и ежевика растет. Растет, прям растет, растет. Или вот эта груша. Короче, я, ребят, пока еще не знаю, что только начинают почки цвести, не расскажу. Потом уже садоводы, если вы знаете, подскажите мне. Вот, такие вот дела. А вот лучок поспел, поспел лучок зеленый. Не знаю, какой сорт, но у меня на протоконе еще лук растет дома. Вот, пойдемте, пойдем. Мне все интересно заглянуть, что ж у нас там за входом. Где второй вход? Вот клубничка тоже крупная, такая, кстати, сортовая, ремонтантная. Обалденная клубника. Ну, конечно, много нельзя, но так, кушаем потихонечку. Сейчас я вам покажу второй вход. Вот, ну вот, если видите, да, вот там вот, вот одна калиточка, это с центральной улицы, если заходить. Вот за парничками, сейчас мы пойдем, солнце светит прямо в глаз. Вот, пойдем посмотрим с вами второй вход. Оттуда очень удобно идти на электричку, чтобы не так вот не обходили, по всей улице не гулять. Сейчас зал вот так вот и прошелся. Вот, я вам сейчас все это дело покажу. И там что-то сосед там такой вот навел красоту. Вот, пойдем посмотрим. Здесь, кстати, по-моему, тоже, по-моему, тоже клематис вот здесь растет. Ну, это мы с вами уже в процессе что-то увидим. Так, вот эти ветки тоже надо будет сегодня поубирать. Короче говоря, вот роза плетистая роза тоже лежит. Надо будет ее поднять, подвязать тоже. Надо сделать вот это слива. Ну, там дальше вот эти деревья, это слива. Слива, это, по-моему, вишня. Или две сливы, не помню. Вот. Вот это сиреня. Сиреня-то, кстати, очень хорошая. Она хоть и низенькая, но она так буйно цветет, такими красивыми шапками. Обалдеть. О, слушайте, правда, деревьев, не это было много-много. Здесь вот деревьев, там, за забором. Сейчас пойдемте посмотрим, что там. Вот это вот в другой части дома. Вот тогда, если прямо пройти, то там можно будет пройти электрички. Вот, ух ты, как он сосед все сделал. Вот это пруд, где достанут... Там мы сами знаете, что. И здесь вот деревьев, коллеги-то остались. Вот он все, здесь вот все почистил. Вот это наш сосед. Я так понимаю, что он здесь все это сделал. Ну, будем, наверное... Это пожарный пруд, он общий, общего пользования. Здесь были высокие деревья, кусты. Он все здесь посрезал. И вот там дальше, там дальше, видите, вот здесь запругили. Вот туда, дальше, с той стороны пруда, там купили участок. Соседи и тоже там что-то начинают делать. И вот здесь вот сосед тоже, парнишка, тоже вот взял участок. Видите, вот немножко начал делать, но забросил, потому что он сейчас временно не может что-то там заниматься. Вот, по идее, это пожарный пруд. Ну, слушайте, он такой довольно-таки, ну, засранный, конечно, я вам скажу. Но какой есть. То есть вот такие дела, друзья мои. Вот так вот мы и живем. Так и живем. И вот это моя калитка, где вот очень удобно вот так вот выйти отсюда, вот так вот развернуться. Ну, это просто я вам покажу. И вот там вот вдоль забора, по над забором, как я люблю. Говорите, в Краснодаре общаются некоторые местные жители, калины. Не хочу никого обидеть. Вот. Если там вдоль забора пройти, можно выйти прямиком туда на станцию. Кстати, вон видно даже платформу, там вот люди спускаются. Это была первая часть нашего с вами прогулки по нашей даче. Я с вами не прощаюсь. Когда наведем порядок, я вам все покажу, все расскажу, все мы с вами. Покажу, что мы сделали, да? Как облагородили, что сделали, какие порядки навели. Вот, друзья, мы не прощаюсь. Увидимся. Всем хороших выходных. Всегдашников еще раз с 1 мая поздравляю. С наступающим. С наступающим.